В принципе, у меня там все довольно-таки просто. Там просто рассматриваются для каждой частицы две возможные скорости, которые могут образовываться. И обычно эти скорости приводят к нулевой скорости. А если рассматривать эти скорости в разных системах координат, то сложение должно быть по формуле сложения скоростей Мстейна, естественно. Ну и, соответственно, если рассматривать производную от импульса, которая дает силу взаимодействия, то получится, что раз скорости имеют нелинейный, сложение скоростей нелинейное, то приведет это к дополнительным членам, которые составляют толп. Ну, они малая часть от общего. Но они не зануляются, вот эти члены. И это приводит к появлению гравитации. Так, только вот тут поморачивайся. Ага, вот. Так. Ну вот я, значит, решение Мстейна, вот у меня есть адрес довольно-таки короткий. Можно посмотреть подробнее. Вот я пишу, что решение Мстейна дает гравитационное притяжение с помощью расчета минимального пути в четырех пространстве. И понятно, что такое, раз решение существует, оно правильное. И вот если найти какое-то решение другое, то понятно, что эти решения не будут исключать друг друга. Эти решения могут быть только одинаковыми, как бы рассмотрены с разных позиций. Я там не буду вдаваться подробнее. Я просто... По поводу силы, как считать ее будем, значит. Выяснять природу вот этих скоростей пока я не буду. Я там в контексте делаю. И вот если есть такие скорости и есть такая возможность сложить и получить силу на 43 порядка меньше использованной силой электрической взаимодействия между составными частями, то очевидно, что эта сила будет силой гравитации. Ну вот я предполагаю, что есть две скорости В и У. И, соответственно, общая скорость будет W. Ну и элементарные формулы. Значит, сила это производная по времени от импульса. Я рассматриваю макросистему, потому что там квантовые все эффекты. Это там надо вводить оператор и так далее. Ну вот, поэтому я рассматриваю в виде материальных точек. Ну вот, беру производную, получаю, значит, понятное выражение. А, значит, выскакивает. Ну вот. Что тут? Значит, вот сила. Вот беру производную. Вот получил это значение для силы. Дальше. Значит, без закона Кулона сила это M. А, естественно. Ну вот, там если все подставить, ввести такое обозначение, то две силы, которые действуют на притяжение и на отталкивание, они дадут какую-то некую среднюю силу. В конечном итоге средняя сила, после всех сокращений и так далее, дает вот такую силу, в которую входят линейно эти вот скорости малые. У, В, единицы на Т квадрат. И понятно, что это средняя сила много меньше вот этой F, которая, в принципе, сила электрического взаимодействия. Ну и понятно, что 43 порядка здесь получить легко. Там, в принципе, и можно получить, поскольку U, это как раз вот скорость Хаббловского разбегания, то есть на небольших расстояниях там она будет очень мала. Естественно, вот эта скорость единицы на Т квадрат. Это тоже очень маленькая. Ну и там 43 порядка набирается. Ну вот. Значит, как вообще я получил... Это я загнал. Не туда. Ага. Так. Ну тут я разбираю, откуда берутся вот эти скорости. Пишу в виде конечных значений значения минус В и плюс В. Скорости, возникающие при электрическом взаимодействии. Ну, тело рассматриваю. Одно тело в виде двух заряженных, как бы, частиц или материальных точек. А другое тело будет в виде одной материальной точки, тоже заряженные. У нас же ведь есть суперпозиция полей. То есть всегда, как бы, хоть там экран стоит, хоть что, все равно взаимодействие есть. И эти точки, они, вот эти тела, они взаимно электронейтральны. Поскольку тут, как бы, два заряда, тут один заряд. И вот эти взаимодействия, значит, дают силу для вот одного тела плюсовое, для другой части тела минусовое. Ну, там внутренние связи вот эти скорости уравновешивают. И вот получаем вот эту среднюю силу. Значит. А вторая скорость, это скорость разбегания. я вот не описывал, как она образовывается еще пока, но просто, пока принимаю, что она просто существует. Я в конце поговорю о ней. Значит. фактические скорость разбегания, ну, хотя бы даже та же Фридманская, это, как бы, они независимые вещи. Скорость разбегания и скорость, возникающая при электрическом взаимодействии. Поэтому они находятся в разных системах отсчет. Поэтому они должны складываться, естественно, по формуле и сложению скоростей. Ну, Так. Ну, в принципе, получили вот эту силу. Теперь можно определить массу градуационную инерционную. Естественно, градуационная масса, естественно, определяется этой силой. Это из нее можно легко получить. И объясняется, вернее, не получается, а просто объясняется ее происхождение. А определение инерционной массы, это, значит, я пишу, формула 1 дает возможность определить инерционную массу. Считаем, что Вселенная она однородна и изотропна. Естественно, каждая вот эта частица, вот рассматриваемая частица D, будет взаимодействовать с каждой частицей Вселенной. вы притягиваете и отталкиваете, естественно. А по формуле 1, вот, 5 силы, она будет притягиваться. Если рассматривать D неподвижимо относительно всех этих точек, ну, мы как бы считаем, что Вселенная она неподвижна относительно массы, то будут эту точку притягивать равномерно во все стороны. Если вот эту точку ускорить материальную точку D, ускорить, то в момент ускорения скорость раздвигания по направлению ускорения с материальными точками скорость раздвигания уменьшится, а скорость раздвигания в противоположную сторону увеличится, соответственно, по формуле этой же 1 протяжение в одну сторону уменьшится, а в другую сторону увеличится. Соответственно, противодействие ускорению это вот увеличение уменьшения скоростей и даст эту инерционность. Вот и две модели возникновения инновационной и гравитационной массы. Замечу, что такой подход к гравитационной силе возможно объясняет ускоренное разбегание Вселенной. Например, могу привести один из возможных вариантов объяснений. Я не утверждаю, что это именно так. В скорости разбегания галактик, которые расположены в дальних локальных участках с другими масштабными множителями, для нас могут быть больше скорости света. Тогда если приглядеться к формуле, то есть такой множитель. При скорости разбегания большей скорости света она поменяет знак у этой скорости. И вместо притяжения даст отталкивание. То есть от нас отталкиваются дальние локальные участки. Я говорю опять, это я так, как бы для примера привел. Ну вот. Ну вот рассматриваю, как влияет Земля, Солнце. Просто масса Вселенной и скорости точек удаления Вселенной намного больше, чем скорости ближних тел. Поэтому на инерционность они не влияют. Они только гравитационно как бы влияют. Так. Теперь по поводу возникновения... Выдержать их. А, вот причины разбегания. Ну вот, причины разбегания, возникновения вот этого разбегания. Ну, естественно, на первом месте я в Фридманскую теорию. Естественно, ее пояснять не надо. Другая возможная причина – это существование значительно большей кривизны пространства. То есть меньше радиуса кривизны, чем считается. Считается значительно больше. Но, может быть, кто-то не в курсе, что радиус кривизны считают, исходя из модели плоской Вселенной. Поэтому получают практически плоское пространство Вселенной. Что совсем неудивительно. Найти зависимость в расчете радиуса кривизны от выбранной плоской модели Вселенной там не составляет труда для любого метода измерения. То есть такие методы измерения, ну, у меня они описываются. Там в том числе и расчет параллакса. Там применяется плоская модель Вселенной. Естественно, там у них получается, что всегда ноль при дальних объектах. А если рассматривать радиус кривизны значительно больше, меньше вернее, то есть кривизну больше, то там нуля не будет. Но приборы не дают измерить, современные приборы не дают измерить точно параллакт для дальних объектов. Поэтому я как-то этот вопрос не поднимаю. Ну вот, а по поводу, как возникает, значит, у нас же как бы существует движение в электровом излучении с некоторой скоростью, ну, по разным оценкам, от 300 до 800 километров в секунду. И все объекты во Вселенной движутся в электровом излучении. Известно, и вот это электровое излучение, в принципе, официально даже считается как бы абсолютной системой отсчета. Тем известно, что для пространства геометрия, которая описывается в геометрии Лобачевского, то в этом пространстве две прямые на плоскости разбегаются. Если эти прямые перпендикулярны третьей прямой, то есть такие прямые разбегающиеся. Ну и все больше фактов, что геометрию физического пространства можно рассматривать как геометрию Лобачевского. Например, зафиксировано только параллакса, дающий в треугольнике сумму углов меньше 180 градусов. Больше 180 градусов зафиксировано не было. Ну и вот теперь, если рассмотреть практически неподвижные материальные точки, например, в Солнечной системе, то в Системе отсчета относительно реликтового излучения эти две точки побегут по разбегающимся прямым. То есть, слово практически, а прямые, так как абсолютного покоя нет. А незначительное движение материальных точек такое, что приборы не регистрируют, можно считать за неподвижность этих точек. Понятно, что теперь, если перейти от системы отсчета, связанной с реликтовым излучением, к системе отсчета, связанной с Солнцем, то есть мы как наблюдаем, то от скорости в реликтовом излучении ничего не останется, кроме разбегания материальных точек во времени. Ну и все, как бы, в принципе, практически все. Я уже выводы осталось. Что понятно, что эта теория не влияет на расчеты в известной теории гравитации Эйнштейна, но проясняет мы механику взаимодействия электрически нейтральных тел. Кроме того, она проясняет, как образуются гравитационные инерционные массы. И учитывая обычно малая составляющая электрического взаимодействия, которая не обнуляется при разнонаправленных силах, есть то поле, которое воспринимается как гравитационное. И, соответственно, так как искривляет путь светового сигнала, это поле искривляет и пространство. Соответственно, это воздействие этого поля просчитывается с помощью ОТО. Ну и все. Вопросы? Можно вопрос? Да, конечно. Пусть и любезно сказать, каков механизм гравитации? Вот я тут написал. Нет, формулы этого. Нет, зачем? Вот я же написал. А что? Не учитывая обычно малая составляющая электрического взаимодействия. То есть электрическое взаимодействие, есть период рода гравитации. Вот видите, написано. Подождите, я не читаю, что написано. Объявляется при разуме. То есть электрическое взаимодействие лежит в основе гравитации по уровням. Каким образом? Во-первых, таким образом. А во-вторых, значит, я так слыхал где-то, что отношение констант электромагнитного взаимодействия и гравитационного взаимодействия составляет 36 порядков. 43. Я смотрю, в какой системе. Вся глиночку. Это чем объясняется? Как вы с гравитационным поразователем Телегера? Когда придет такой модель, у вас в любой точке инфраструкции будет бесконечно большой потенциал ревитационный. Вот, все по-вашему. Слушайте про такой пародокс. Сейчас, подождите. Что же такое? Ну, сначала физический механизм. Да. Физический механизм я тут только и объяснял. Больше ничего не делал. Не поняли. Что именно не поняли? Да ничего не поняли. Тогда почитайте. Ну, конечно. Я снова буду объяснять. Вы объяснили мощь, а вы должны теперь изучать. Так что вопрос? Что решить в основе гравитационной? Я же вам объяснил. Электрическое взаимодействие. Вот я рассматриваю два электронейтральных тела. По нейтральных телу. Да. Электрические и нейтральные тела? Электрические и нейтральные. Взаимно электрические и нейтральные. Вы слышали, что есть такая вещь, как суперпозиция полей? Или не слышали? Да. Когда несколько полей, они складываются. Вот они есть. А здесь два нейтральных тела. Что значит нейтральные? Масса один, масса два. Что значит нейтральные тела? Масса один, масса два. Вот у нас два тела состоит. Подождите. Вот тело состоит из двух материальных точек, одинаково заряженных противоположным знаком. Оно электрически нейтральное? Привет. А это в сумме электральное, а каждая здесь не нейтральная? Каждая не нейтральная, а в сумме-то нейтральная. Вот, вот беру одно электрически нейтральное, беру другое электрически нейтральное тело для этого. Оно неважно какое, оно даже может иметь заряд, правильно? Оно электрически нейтральное. Нейтральное. Ну вот, вот я и рассматриваю их. И что дальше? И что? Что значит вот это тело электрически заряженное, оно одну часть этого тела притягивает, другую часть отталкивает. А вот так. не может как это не может закон кулона каждому к она внутри потом внутренними связями уравновешивается какие-то зачем внутренние процессы все внутренние процессы они не влияют на электрическое поле у меня тут написано просто не написал нет они пропорциональны ну да они поскольку а вот известная статья окуня о том что спрасно продольной массы поперечной массы вы тоже таким нет я там продольные поперечные массы спасибо самую первую формулу сложения скоростей вы приводили в своем ракмале у нас интересуют скорости относительно нас правильно ведь мы же мы же изучаем как там приближаются тела или не приближаются это для нас вот мы стоим и смотрим эти два тела ну хорошо я связан с одной из этих материальных точек нет а я думаю что вас больше нет есть процессы во вселенной я вам объясняю что и хорошо я связан но наблюдатель сидит на одной из этих материальных точек наблюдатель может сидеть наблюдателя нет но без наблюдателя давайте обсудим это так ладно так ладно Продолжение следует...